85 специалистов со всего света. В Ульяновск область приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Вместе с ульяновскими специалистами они намерены оценить и при необходимости доработать меню для детей в детских садах, школах и других соцучреждениях. Основой рациона по заявлению представителей ВОЗа должны быть полезные продукты, где концентрация соли не будет превышать 5 граммов, а также снижен сахар. Питание не зависит ни от врачей, ни от учителей. Оно зависит от этих, которые поставляют продукцию. Если дети в детстве будут питаться правильно, чтобы дети питались правильно, они должны любить эту еду. Она должна им быть вкусно и традиционно подходит этому району. Улучшение школьного питания и физической активности в стране в целом – основная тема конференции Всемирной организации здравоохранения. Специалисты подразделения ООН по решению проблем здоровья населения земли проводят семинары на ульяновской земле впервые. Регион выбран не случайно. Ульяновская область с 2013 года является участником проекта Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города, районы и поселки». Всего в сеть включены 12 субъектов со всей страны. Укрепление общественного здоровья – тема такая, которая может восприниматься по-разному. Конечно, здесь очень много направлений. И что самое важное здесь – это две вещи. Это межведомственное взаимодействие. И вторая очень важная проблема и очень важное направление – это ответственность всех и каждого за свое здоровье. Первыми почетных гостей накануне поприветствовал губернатор Сергей Морозов. После завтрака с главой региона представители Всемирной организации посетили ряд объектов здравоохранения Ульяновской области. Заботу о работающем населении показали на примере Центра профпатологии. В поликлиническом отделении больницы доктор Мелиде определили индекс массы тела и измерили рост. Дальше гостей провели по диагностическому отделению, рассказали о гидромассажных ваннах, завели в галокамеру, показали маммограф и кабинет УЗИ. Здесь у нас стоит звуковой аппарат, это звуковой основной набор датчиков, который позволяет очень хорошо выявлять на ранних стадиях заболевания, мы сейчас не встречаем к патологии. И проводим здесь исследования всем нашим пациентам по властичному стационару, властичному стационару. Специалисты ВОЗ высоко оценили работу регионального Минздрава в части комплексного подхода по восстановлению здоровья рабочего населения в Центре профпатологии. Мы хотим вытащить сюда директоров предприятий. Но это будет очень-очень выгодно для предпринимателей, потому что тогда у них будет рабочая сила, которая не болеет, нет отсутствия с работы, производительность растет, удовольствие рабочее растет, это очень важно. Далее доктора отправились в амбулаторное отделение номер один областного клинического противотуберкулезного диспансера. Представитель Всемирной организации здравоохранения волновал вопрос лекарственного обеспечения. Среди контингента до 76, новых у нас где-то в пределах 26%. Хорошо, а то ниже российского уровня. Темы лекарственного обеспечения гости подняли и в Центре СПИД. Как заявляют специалисты ВОЗ, системный подход в борьбе с ВИЧ сегодня есть по всей стране. Главная задача – достичь к 2030 году показателей стратегии ЮНЕЙТС 90-90-90. Эти меры, при помощи которых можно и нужно остановить эпидемию СПИДа. Суть ее такова. 90% людей с ВИЧ должны знать свой ВИЧ-статус. Вторые 90% с диагностированной ВИЧ-инфекцией должны проходить терапию. А третьи 90% всех людей, проходящих лечение, должны иметь сниженную вирусную нагрузку. Конечно же, посещая этот центр, мы увидели, что все это на местах реализуется, все обеспечивается. Мы сейчас посещали лабораторию. Все тест-системы, все процессы по диагностике, по тестированию, по работе с группами риск, с населением, в общем, все это соответствует тем требованиям, которые выставляются как на национальном уровне, так и для региона в целом. По итогу семинара специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут методологию и рекомендации регионального Минздрава, а также обменяются лучшими практиками. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.